Итак, уважаемые зрители, здравствуйте! Я вас раз вновь приветствовать на очередной серии нашего прохождения игры Crusader Kings 2 с модом A Game of Thrones. И, как я говорил уже пару-тройку серии назад, в следующие видео по данному циклу прохождений я буду записывать в несколько ином формате, который в принципе не сильно уж и отличается от предыдущего. До записи я буду какое-то время играть, и запись я буду начинать тогда, когда произойдет что-нибудь интересное. Какое-нибудь интересное событие, которое связано с нами, какое-то решение, которое тем или иным образом отразится на севере, на нас в лице дома Гловеров и нынешнего правителя данного дома. Ну и в общем, как-то так. Ну так вот, прошлая серия закончилась в 62-м году, по-моему, если мне не изменяет память. А сейчас на дворе уже 21 апреля 67-го года. Что произошло за 5 лет в Эстеросии, в Эсосии, в общем. За эти 5 лет произошло несколько восстаний внутри Вестероса, которые Таргариены с легкостью подобили. Сейчас идет еще одна война с простором, которая закончится победой Железного Трона в лице Таргариенов. И произошло одно небольшое восстание дочери нынешнего правителя, Эйриса Безумного. Этот момент я бы, в принципе, осветил. С этого момента я бы и начал запись. Но там было такое, то что восстало 4 человека против 40 тысяч. И восстание было изначально обречено на поражение. Но данную запись я начал именно с данной даты, именно с данного момента. Потому что у нас на севере сменилась власть. Наш друг закадычный, наш правитель гениальный, верховный лорд Брандон II Старк, умер. Умер в возрасте 40 лет, 8 апреля. То есть, грубо говоря, 13 дней назад. Я этого не заметил. Потом уже только понял, когда нас пригласили в полководцы, его дочь, которая стала правителем. Ну так вот, он умер в возрасте 40 лет от... В общем, схватившись за... Фу, прошу прощения. Схватившись за сердце. Он страдал болями в груди и стал в последние годы пьяницей. Теперь же правит его дочь, наша племянница по совместительству, верховная леди Сибелла, которая беременна. Но, но, вторая в очередь наследие, наша племянница, опять же, леди Мелисса, также беременна. И при этом, она, в отличие от своей старшей сестры, которая в матрилейном браке, находится в нематрилейном браке с нашим братом. И ребенок, который родится от этого брака, будет принадлежать к нашей династии. А это значит, я здесь уже не на камеру пытался это провернуть, посмотреть, какой будет процент, мы можем сделать заговор и ликвидировать верховную леди Сибеллу, отправить ее в мир иной, чтобы ее младшая сестренка заняла трон, и дети этой младшей сестренки, принадлежащие уже к дому династии, к дому Гловеров, правили севером. Как вариант, такое можно провернуть. Пускай это несколько отличается от нашего изначального плана, но, как-никак, по сути дела, мы будем родними со Старками. Дети от этого брака будут принадлежать, точнее, не будут принадлежать, в их крови будет кровь и Старков, и Гловеров. Да, именно так. Ну, в общем, будем надеяться, что заговор увенчается успехом. Даже, может, пригласим еще кого-нибудь. Вот, 15%, риды, сколько у вас здесь? Подарок, 57%, а может, и не будем приглашать ридов, потому что уже что-то, да, делается. Да, сила заговора под 200%, так что это даже неплохо. Мы, разве что, можем только выбрать путь на интригу, чтобы увеличить свой навык интриги и еще больше увеличить силу заговора. Чуть-чуть, самую капельку. Так, дороги нынче опасны. Будем надеяться, что заговор свершится, нас не раскроют, и у жены нашего брата будет сын. Мы на это будем надеяться. Так, нас приглашают на пирушку, а именно, нас приглашают на пирушку в Белую Гавань, Мандерли. Мы отправляемся на эту вот пирушку. Так. И... Так, готово. Наемники устроили засаду по пути следования цели, Верховная Леди Сибелла, и расправились с ней. Извозчика отпустили, теперь он полностью уверен, что нападение совершили разбойники с большой дороги. В общем, заговор удался, Леди Сибелла отправилась в мир иной, и теперь этими землями, а именно севером, правит Верховная Леди Мелисса. Наш план многоходовочка удалась, и... Так, ты с нашим братом даже разводиться не будешь. Это вдвойне прекрасно, это вдвойне замечательно. Еще бы у тебя родился сын, и мы бы обвенчали нашу дочь, наследницу на сыне, и тогда мы бы играли за этих персонажей, за эту нашу ветвь. Но если родится дочка, то как-нибудь тоже выйдем из данной ситуации. Так, свободное место. Место жреца. Назначаем человека, и ставим его куда-нибудь... Ну, оставляем также охоту на недовольных, пускай проводит. Так, так-так-так-так-так, пожалуйста, мальчик. Так, чертово-меренное у нашей дочки. Замечательно. Так, дорогой непредвиденный обсто... Дорогой непредвиденное обстоятельство, вы вынудили меня отменить запланированную пирушку. Мы обязательно проведем ее в другой раз, когда будет более подходящий случай. Жаль, жаль, на пирушке мы не поучаствовали. На пирушке мы не побывали. Так, родился новый дракон? У Таргаренов? У Таргаренов. Замечательно. Превосходно. Превосходно. Так, что это? Всем моим подданным, прислушившись к советам лорда Малвина Битли, я пришел к выводу, что уже не в состоянии править как верховный лорд. Я отрекаюсь от титула в пользу моего наследника. Серсея Ланнистер. Ясно, понятно. Ясно, понятно. В Ланнистерах теперь правит другой Ланнистер. Точнее, в западных землях правит другой Ланнистер, что, в принципе, нивелирует помолвку, которую я заключил до этого. Так, юная пала с каждым днем становится все добрее к окружающим. Так, черта щедрая или же черта добрая? Наша дочь? Наша дочь. Гениальная? Гениальная. Помолвленная на правителе личных земель. На правителе трезубца. Что я, опять же, сделал не на запись. Ну, кстати говоря, что произошло еще? Относительно наших трех дочек. Первую дочку, нашу наследницу, я выдал, ну не выдал, устроил помолвку с одним лордом, который гениальный, так же, как и она. И шанс то, что их ребенок будет гениальный, опять же, очень-очень велик благодаря этому. Вторую нашу дочь, я как раз устроил ей помолвку с бывшим правителем западных земель, с молодым Ланнистером, который отрекся, эта помолвка будет уже недействительна, потому что я ее отменю. И третья дочь наша помолвлена на правителе личных земель. Как-то так. Ладно, пускай она будет щедрая, стала щедрая или не стала. Так, что это? Полководцем не хочу быть. Так, она, нет, она стала добрая, но в принципе тоже сойдет, в принципе тоже сгодится. Так, пожалуйста, сын. Сын. Замечательно. Превосходно. Так, стоять бояться, стоять бояться, стоять бояться. Все происходит просто как нельзя лучше. Так, расторгаем помолвку. И наша дочь заключает помолвку вот с этим вот человечком. Угу. Я сейчас такое подумал, что возможно я слишком быстро расторгнул помолвку нашей дочери 16 лет. Когда этому парню станет 16 лет, и ей станет 32 года, она уже вряд ли сможет иметь детей. Так что такой брак, такой брак даже не очень хорош для нас. Даже не очень хорош. Так что. Парень, я передумал. Помолвка в деле. Помолвка в силе. Так, ты не тот парень. Так, возраст. Ему должно быть столько же, сколько нам примерно. Столько же примерно, сколько нам. Так, смышленно не то. Так, 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 так. Так, так, так. Или ты уже, да, ты уже скорее всего расхотел с нами помолвки. Ну и ладно. Ладно, мой косяк. Так, ну, этот косяк нам не помешает сделать вещь. Ну, в принципе, 13 лет, тоже смышленый. Сойдет. Сойдет. Матри-линейный брак. Сойдет. А вот уже вторая наша дочка. Так, ей сколько? 13 лет. Угу. А этой тоже 13 лет. Угу. А имеет ли вообще смысл такой брак заключать? Учитывая то, что когда этот парень сможет плодиться и размножаться, наши дочки уже не смогут плодиться и размножаться. Ладно, тогда мой план не такой уж и идельный, как хотелось бы. Ну что ж, бывает. Бывает. К сожалению, к сожалению, это так. Остается только надеяться, что у нас все-таки родится еще одна дочь. Но возраст нашей жены 33 года меня в этом разубеждает. Так. Брак разорван. И еще с кем-нибудь брак. Вот. А, это она же. Это наша бывшая жена. Она так, помоложе кого-нибудь. Кого-нибудь помоложе. Конечно, наша дочь гениальная может и не унаследовать все из-за этого. Угу. Так. Ладно. Возможно, я опять прочитался. Возможно, я опять не прочитался. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Точнее, я подумаю в виде монолога. Так. У нас есть гениальная дочка. Наша наследница. Ее мы... Она у нас помолвлена на смышленом пареньке. 13 лет. Если у нас родится сын, то вряд ли он будет гениальным, потому что нету гениальных женщин, кроме нашей бывшей жены, которая уже вряд ли будет иметь детей. Нам выгоднее, чтобы наша дочь унаследовала наш титул. Так что, имеет смысл вновь жениться на нашей бывшей жене, чтобы просто получать от нее плюшки, от ее характеристик. Так, от ее характеристик плюшки. Так, сделаем мы это. Так, стоять. Военка. Так, ладно. Сделаем мы это. Потеряем чуть-чуть престижа. И потом уже детей нашей дочери, мы... Дочку нашей дочери, мы выдадим замуж за нашего племянника, Теодана Гловера. Да, сделаем такую многоходовочку. Да, немного я натупил, немного я сделал не то, но теперь, думаю, все будет хорошо. Потребуем еще раз приданное. Пять монеток. Спасибо, вы очень щедры. Вы очень, черт возьми, щедры. Так, здесь же у нас еще есть амбиция на получение валерийского меча. Если и он прокнет, то будет просто все офигеть как офигенно. Просто все будет для нас великолепно. Так, еще какая-то война. С простором война закончилась, и сейчас идет война за титул и земли области Диренский холм. Или Диренский холм. Кто знает? Кто знает? Так, опять приглашают на пирушку, мы опять соглашаемся. Так, интересно, кому достанется простор? Нематрилинейный... Нематрилинейный брак с магистром Пентаса. Леди Тания, как вы докатились до такого? Так, лорд Хорфас заявил с негодованием, что юстициарь лорд Артар смотрел на его жену неподобающим образом. Она беременна, какой неподобающий образ. Так, заключенный в тюрьму. Так, лорд... Назовелось негодованием, что юстициарь лорд Артар. Кто это такой лорд Артар? Так, лорд Хелман. Да, лорд Артар, наш мастер над законами. Да, ну... Фигня какая-то. Наш мастер над законами, самый лучший мастер над законами из всех. Менять я его не хочу. Так, относительно законов. Относительно законов. Можно, в принципе, еще раз принять уже полный налог... Нет, не полный. 45% налога, минус по ополчению. Ну, в принципе, города нам и так не дают ополчения, а сильно много, так что... Повышаем еще налог на 5% и еще уменьшаем ополчение. Так, наша дочь. Наша дочь также по плану выходит замуж за правителя речных земель, за правителя Трезубца. Ну да, конечно, приданная. Нет, спасибо, 25 монеток, это максимум, что мы вам дадим. Так, лорды государства Волчьи Лес одобрили принятие закона. Замечательно, превосходно. Сколько у нас... У нас может быть... Ну да. Четыре с лишним тысячи почти. Почти, почти, почти... Так, стоять. Почти пять. Так. Корабейники, подающие разнообразную еду, одежду, экзотические специи и предметы роскоши, такие как посуду и драгоценности, заполонили городскую площадь своими товарами. Есть несколько вещей, которые... В которых я нуждаюсь. Ярмарка нравится всем. И... Полагаю, ярмарка должна быть запрещена. Есть несколько вещей. Так. Брак, мотрилинейно, мы заключаем. Пареньку 14, нашей дочери 17. Превосходно. Заключаем брак, и этот паренек прибывает к нашему двору, что еще даже лучше. Так, проскипал я ивент, ну, в общем, он был на настольную игру. Игра продолжается часами, инициатива переходит от одного к другому, вы пытаясь атаковать, не ослабляя свою защиту, и в конце концов, заметив критическую ошибку, вы сделали несколько смелых ходов и победили. Превосходно, замечательно. Война проигрывается. Ну, потому что, скорее всего, там мелкие армии разгромили, а основные силы еще не подошли. Ну да, скорее всего, это именно так. Что тут вообще происходит? Где армия? Где мясо? Не вижу. Не вижу, не вижу, где происходят основные боевые действия. Так, может, так вот увижу. Так, нет, ты сидишь в столице в Тироше. В Тироше. Так, а наш правитель командует войсками... Ага, войска на кораблях. Ясно, понятно. Ясно, понятно. Угу, именно, именно. Так, кстати говоря, насчет дочери. Насчет твоей дочери. Ну-ка, еще насчет твоих потомков. Король Эрис Безумный. У тебя есть три дочки, один сын. Так, одна дочь замужем за твоего же сына. Вторая дочь замужем за правителем... За правителем Железных Островов. И третья дочь замужем за каким-то левым человеком. Тоже Железнорожденным находится вообще при дворе у кого-то из западных земель. А к нам... Ты не хочешь прибыть? Ты же, как бы, наездница на драконе, все дела, все такое. Так, оскорбить, послать подарок, назначить. Так, а если мужа? Так, а если мужа, так с цель спионажа пригласить ко двору в более высокий уровень. Угу, нет. От императора, от короля Вестероса он не хочет прибывать к какому-то лорду севера. А жаль. А жаль, если бы он прибыл, с ним прибыла бы жена, и с этой женой прибыл бы дракон. И с этим драконом мы бы творили вещи. Так, а дочка? Ну, скорее всего, тоже не захочет. Так. Назначить наставника? Нет, нет, нет. Послать подарок, пригласить ко двору. А, она еще даже не взрослая. И это все уже 15 лет. Ну, скорее всего, она все равно не согласится. Потому что, опять же, более высокий титул и все такое. Так. Лорд Лутон. Благодарю вас за годы верной службы, но боюсь, настало время вам сложить свои полномочия. Сим назначаю Халлиса новым. Кем-то подпись. Как он смеет, заплатит за это. Так, мы с Халлисом станем соперниками. Да. Соперниками. Зачем нам с ним становиться соперниками? Так. И нас назначают Костыляна. Костылянам. Пускай. Я не против такого поворота событий, чтобы нас просто сменили должность. Я не против вот такого. Так. 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 Так, 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 так. Наша дочь пока еще не беременна. Милорд. Бургундиевый император Биньсу опубликовал странный указ о занесении утверждения, что люди итийская и золотая империя ития являются тем истинным правителем мира. Это древние боги. Интересно. Интересно. Древние боги какие-то. Так. Наш зять. Наш зять. Мой зять. Слышь невестка. Мейнард не славится амбициозностью. Он доволен тем, что имеет. Да, будь удовлетворенным. Я за. Я за. Не восставай, ничего. Просто будь верным мужем и все. И все. Я не против такого поворота событий. Так. Здесь у нас какая-то война идет. Так. Вот одна война. Там была какая-то еще война. Так. Наша мать в возрасте 66 лет погибает этот мир. Ну да ладно. Так. Вот вторая война. Угу. Ясно. Понятно. Воюйте. Воюйте. Так. Наследников больше нету? Нет. Пока только один сынуля. Один сынуля, который, надеюсь, унаследует титул, и которого, надеюсь, никто не убьет. Так. Семейный путь. Это замечательно. Так. Раскрыт заговор. Слухи о назревающем заговоре Винтерфелл. Похоже, не врут. Похоже, не врут. Похоже, не врут. Так. Полководцем я не хочу становиться. Спасибо, конечно. Но этой чести я не... Эта честь не по мне. Скажем так. Скажем, скажем так. Так. В темнолесе зимы нету. Что-нибудь построить можем? Можем. Построить базовую оборону. Нужна ли она нам? Не нужна она нам, скорее всего. Пока что она нам, скорее всего, точно не нужна. Так. Так, 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 так. Так. Похоже... Так. Мой дорогой друг, я желаю даровать вам честь, направить моего ребенка. Хорошо, мы согласны. Так. По ходу... По ходу действия Валантис. То есть Пентас. Пентас и Простор объединятся в одно единое королевство, управляемое одним единым верховным лордом Нарбо. Ну что ж, и такое. И такое бывает, конечно, в этой жизни. Но я думал то, что скорее наш правитель просто передаст правление простора какому-нибудь другому дому. Но этого, к сожалению, не произошло. Ах, так хотелось бы. А так этого бы хотелось. Ну, что ж. Пускай, пускай будет так. Нам от этого ни жарко, ни холодно, кстати говоря. Кстати говоря, все именно, именно так. Так, наш зять становится бесхитростным кукловодом. Очень хорошо. Просто прекрасно. Ваш зять закончил свое образование в сфере придворных интриг. Он выучил все основные необходимые навыки. Ладно, пускай. Замечательно. Так, ты кто? Наш воспитанник. Старк, кстати говоря. Кстати говоря, Старк, ты откуда? Ты вообще из королевского дома. Становишься плохим воином. Ну, плохой воин, а то лучше, чем вообще никакой воин. Так. Наша дочь прибывает ко двору. Она что, где-то была? Не знаю. Интересно. Интересненько. Так, здесь уже помолвка вообще недействительна. Я же ее, по-моему, не отменял. Ну, значит. Значится недействительно. Вот, кстати говоря, этот человек. Кстати говоря, Аланнистер, это златовласы кончились. Кончились на верховной леди Терессе отца-убийцы. Да. Златовласы Ланнистера на ней кончились. Интересно. Интересно. Так. Значит. Наша вторая дочка. Негениальная. На ком тебе можно посватать? Эээ... Старк... А кто-нибудь еще есть такой из... торгариен согласны согласны уху ху 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 на торгариен это посвататься хотя он и так наш родственник по по сути дела он по моему сын нашего племянника и нашей племянницы них уже тут четыре сына аж аж четыре сына это кстати говоря наследник кстати говоря он наследник так мой господин верховная леди мелиса должна мне золото которое дом гловер занял ей а ну да старком мы же занимали вы этого не видели потому что это было опять же не на запись и об этом забыл упомянуть так я могу подождать у меня много денег так пожалуйста верните нам золото лорд лутон к сожалению я и мои советники пришли к выгоду что север просто не в состоянии выплатить долг но будьте уверены вы получите все до последней монеты ладно я вам беру так север под управлением дураков как и насчет того чтобы отказаться с этого долга в обмен на услугу ним лучше долг лучше долг мы занимали 150 монет по 25 процентов на пять лет а еще раз беременна замечательно опять опять боли в груди может этого избавлялись уже опять прибывать к двору наши дочери это старая это старая до 4 августа это все старое просто не внимательно не заметил это до этого так пытаемся вылечиться ладно от боли в груди посоветовал вам спать не закрывая двери это позволит духом войти объяснил он вот 19 навык вроде мейстер позволит духом войти к нам интересная методика лечения вряд ли она нам поможет водил а дела то совсем плохи а дела как-то совсем фиговые для нас вроде болячек нигде нету а пневмония мы заболели хотя север что с него взять север так старик с картой мойка старик привел ко мне сегодня уст пришел ко мне сегодня усталые и раздраженные милорд во дворе какой-то старик хочет поговорить с вами он утверждает что владеет картой за которую вы отдадите целое состояние старик наверное сумасшедший но он утверждает что это древний валерийская карта сокровищ на ней указано расположение валерийского меча давайте послушаем что он скажет так начало истории перед вами предстал изможденный человек лет пятидесяти шестидесяти не похоже на востеростца он не выглядит нищим вы спрашиваете его о карте старик улыбается милорд вы желаете найти древний валерийский меч у меня есть карта и я могу помочь вам осуществить ваши амбиции но прежде чем мы продолжим могу я выпить вина ваш жрец явно раздражен таким вопросом и быстро переспрашивает спутника почему он не может обойтись без вина старик смотрит под ноги несколько секунд а затем поворачивается к вам спиной потому милорд что ни одна грандиозная история не начинается с миски салата начало интригующее начало поистине интригующее так вы возбудили мое любопытство и теперь я весь во внимание или убирающийся нищий все с тобой ясно нет это ивент правдивы так что мы слушаем старика так старик говорит вам что он уверен в расположении древнего валерийского меча он указывает место на карте несомненно путешествие будет длинным трудным и очень опасным покупка этой карты может принести большую награду я не заинтересован я готов отправиться на поиски 100 монет в принципе заплатить мы 100 монет можем можем и заплатить 100 монет с прирост какой прирост почти пять монет ну четыре с половиной на самом деле вот только то что болеем мы пневмония вот это вот очень плохо для нас небольшое недомогание плюс один к здоровью ладно мы готовы отправиться на поиски так при подготовке к путешествию ваш жрец предлагает вам взять кое-какого не фу кого-нибудь собой в это путешествие не лорд я нашел несколько людей которые весьма сведущие своих умениях чтобы сопровождать вас в поисках так выдающийся воин моряк штурман леди и старик или старик отправиться со мной братство домогловер так но выдающийся воин конечно неплохо будет моряк штурман или же старик кого бы из вас выбрать ну момент я тут уже видел я знаю что там будет и в конце путешествия если мы встретим валерийский меч наш спутник может сказать то что мы его недостойны и сам выхватить меч и начнется драка если мы выберем воина у нас в таком случае не будет ни единого шанса потому что у него там то ли десятый то ли двенадцатого где-то так будет и он нас с легкостью победит если только мы с ним не будем хорошо обращаться все такое на корабле у нас насколько я помню попросит подраться и вы уже на корабле у нас может в дуэли убить что опять же интересно так моряк старик может старика взять с собой или леди так айн момент мне нужно отойти на секунду так я вернулся и так мы здесь выбирали человека которого мы возьмем с собой в путешествие долгая страшная и все такое так воин моряк леди старик давайте возьмем леди с собой что возьмем с собой леди посмотрим что из этого у нас получится так не хочу так леди 21 год гениальная кстати говоря гениальная девушка так корабль должен быть при должен будет преодолеть множество морских лик до пункта назначения через опасности которые несомненно будут поэтому пришло время спуститься в доки чтобы выбрать судно небольшие транспортные надежное грузовое или построить военный корабль дорого все дорого но возьмем меньше и зол дешевое зол точнее так корабль прифортовался и полностью готов отправиться на поиски сара находится рядом с вами на мостике и тоже ожидает команды к отплытию так отлично у нас появился регент мы отправились в путь у сарок нам хорошие отношения дипломатия долгое правление влечение черти общительный так престиж все такое так после многих недель плавания вам становится скучно возможно можно попросить сару скоротать время я посещу ее вечером я буду читать книгу ну отношения портить конечно нехорошо так что посетим ее вечером с приходом сумерек вы пришли в каюту сары однако она отказалась быть с вами жаль вместо минус 10 минус 20 ну ладно ну ладно долгая была у нас путешествие удачно у нас было путешествие в скобочках нет ну ладно мы отправились в путешествие потратили дофига денег и умерли от пневмонии так поддерживаем трон в войне больше не тайный советник у нас есть наследница и больше не мейстер так лорд лутон издает свой последний вздох ему было 47 когда он умер от пневмонии широко известный мужчин широко известный мужчин лутон завел огромное множество друзей и приятелей повсюду сейчас он с богом ой что за перевод с боги с богами и многие будут горевать по такой утрате леди вилла обладает многими навыками что несомненно оценят подданные да здравствует леди вилла да здравствует леди вилла да будет она править долго так мой господин верховный лорд меди леди мелиса должна мне золото которое дом глобер занял ей настало время а долг опять снова долг так нам скорее всего откажут ну попробуем так мы кстати еще и беременны замечательно так пускай платят совет так тайный советник мы серьезно седьмой навык шпионажа и нас назначают тайным советником логично логично ну ладно мы принимаем данную должность так северное состояние выплатить кредит полностью но я конечно же выплачу процентный прошу продлить займ ну хорошо хотя бы мы от минуса избавились и то ладно так нехватка денег тюзерен сделал кредит ну это понятно так нехватка денег ну блин уже теперь хватает денег все это исчезло замечательно так миледи его величество король эрис испустил свой последний вздох и теперь покоится с миром теперь его поднаследник принц вейган таргариен займет трон и отныне будет править семью королевствами многие лета королю черт подери так ладно выбираем путь какой бы нам путь выбрать может быть соблазнение нет выберем путь семьи выберем путь семьи так в эстеросе теперь новый правитель король эйган который является по совместительству нашим кузеном и болен гонореей как и наша кузина на которую он женат так ну хотя бы их наследник гонорея не болен и да именно именно так ну что же а на этом я пожалуй буду данную серийку заканчивать надеюсь она была для вас интересная надеюсь вы что-нибудь из нее ущербнули ну если нет значит нет ну ладно что ж уважаемые зрители я с вами прощаюсь до встречи